И вернемся к ранее заявленной теме. Казахстанцев взбудоражили кадры, снятые в одном из торговых центров Алматы. На видео охранники повалили на пол посетителя и удерживали, наступив ногой на шею. При этом люди в специальной форме и вооружены служебным оружием. Наш корреспондент Нургали Карабаев решил выяснить детали инцидента и отправился в тот самый магазин. Да, Ирина, та жестокость, к которой двое охранников обращаются с посетителем торгового центра, действительно поражает. Почему мужчину повалили на пол? Зачем его пришлось удерживать именно в такой форме, придавливая ногой шею? Нам удалось выяснить, что все происходящее в видеоролике имело место быть в Алматинском супермаркете «Реалист». Мы как раз стоим перед ним и сейчас попробуем выяснить подробности инцидента. Здравствуйте. 31 канал, Нургали Карабаев. Мы по поводу вот этого инцидента. Это же здесь же было, да? Хотели узнать, что здесь произошло? Есть руководство, с кем можно переговорить? А скажите, пожалуйста, это же ваши сотрудники, да? Ногу уберите. Да, да. Как бы отдельные, Андрей Семеновский, а есть у них свое руководство. У кого? Вот у этих... Охранные, да? То есть это наемный работник, это не реалист. Здравствуйте. Он директор безопасности. Человек пришел в нетрезвом состоянии, зашел к нам в магазин. Это было время 10 часов 35 минут, буквально за 15-20 минут до закрытия магазина. И пытался в наши депозитарии оставить свои личности и вещи. При этом магазин не заходил, не обслуживался, просто хотел оставить вещи. Вот здесь, да? И объяснили, что вы не могли вызывать свои личности и вещи. Человек начал жестикулировать, обращаться к брани, в адрес сотрудников, в адрес клиентов. Когда идет нецензурная братья, брань идет в отношении вашей матери, соответственно, человек начинает уже неправильно действовать. А, он обматерил его, да? Да, мы еще предпримем, соответственно, меры в отношении данных сотрудников. И все-таки, можно ли бранью объяснить насилие? Насколько превысил свои полномочия охранник? Об этом мы спросим у адвоката Жангильды Сулейманова. Прямо сейчас он на связи со мной. Жангильды, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько законными были действия сотрудников охраны службы и в случае нарушения, что им грозит за это? Деятельность охранных организаций, их сотрудников, так называемых охранников, регулируется законом об охранной деятельности, где описаны права и обязанности. Ответственность предусмотрена. Очень хорошая статья существует. В Уголовном кодексе она так и звучит, что превышение полномочий именно сотрудниками охранных организаций до пяти лет лишения свободы. Спасибо, Жангильды. Превышение полномочий и некомпетентность сотрудников охранных служб сегодня, к сожалению, не редкость. С грубостью и рукоприкладством при исполнении часто сталкиваются даже журналисты, не говоря о рядовых казахстанцах. Видимо, люди в форме и с кобурой на поясе уверены в своей безнаказанности. Но на самом деле это не так. К примеру, два года назад два секьюрити получили по тюремному сроку. Инцидент произошел в одном из кафе Павлодара. Охранники ворвались с заведения и начали жестоко избивать посетителей. Видео вызвало широкий резонанс в СМИ. Не без помощи общественности удалось достичь справедливости. Суд приговорил каждого из карателей в камуфляже четырем с половиной годам. Не забывайте, ваши права храняются законом.